Всем привет, друзья! Вы мечтаете о переезде и трудоустройстве в Америке? Эта новость для вас! Согласно отчету Министерства труда США за первые полугодия 2020 года, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 2,5 миллиона. В отчете говорится, что в мае-июне занятость существенно выросла в сегменте отдыха и гостеприимства, строительстве, образовании, здравоохранении и розничной торговле. В последнем сегменте число рабочих мест в прошлом месяце в рознице выросло на 367,8 тысяч. В оптовой торговле на 21,4 тысячи. Занятость в сфере организации досуга, ресторанного бизнеса и в гостиничной сфере расширилась на 1 миллион 239 тысяч. В здравоохранении и социальной поддержке число рабочих мест увеличилось на 390,7 тысяч. В образовательных услугах число сотрудников выросло на 33,4 тысячи. Занятость в сфере профессиональных и бизнес-услуг расширилась на 127 тысяч рабочих мест. В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 33 тысячи. Однако число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 38 тысяч. Занятость в сфере недвижимости, включая аренду и лизинг, расширилась на 24,1 тысячи. В строительном секторе число рабочих мест выросло на 464 тысячи. Средняя продолжительность рабочей недели в мае-июне составила 34,2 часа, увеличившись на полчаса по сравнению с апрельским показателем. Средняя почасовая заработная плата понизилась до 29,75 доллара против 30,04 доллара месяцем ранее, уменьшившись на 1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1% и более сразу после окончания карантинных мер. В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 6,75%. Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1032,33 доллара в сравнении с 1027,37 доллара месяцем ранее. Что вы думаете об этом? Смогли бы вы найти себе работу в США или открыть прибыльную компанию в этой стране? Напишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение.